приветствую вас драгоценные братья и сестры сегодня прекрасный день и мне каждому из вас хочется сказать пусть хорошие новости приходят каждому из вас и даже когда вы слышите что-то негативное не принимайте это сразу близко к сердцу всегда сразу же у вас должен срабатывать этот щит бог все обернет мне во благо он все равно все оборачивает для меня бог зло обернет в добро это знаете доктрины можно сказать которые должны в тебе жить на которых должно все стоять потому что иначе дьявол он будет ранить твое сердце он будет постоянно расшатывать твою душу и знаете когда душа человека она ранена когда она как расшатана когда в твоем уме в твоем разуме там появляются какие-то негативные картинки негативные мысли это сразу же переходит на эмоции и твои эмоции они естественно начинают просто приносить боль эмоции чувства это то состояние можно сказать ума которая ты начинаешь ощущать поэтому поменяли свои мысли на приятные мысли и сразу же поменяются твои эмоции на приятные эмоции не зацикливайся на негативном не зацикливайся на одном каком-то событии а может на десяти событиях не зацикливайся потому что все изменится смотри дальше и смотри и будь проницательным и всегда веруй что бог возьмет и все это зло обернет в добро знаете в библии написано иисус говорит такие слова во второй главе откровения он говорит кто побеждает и соблюдает дела мои до конца тому дам власть над язычниками язычество это бесы и бог он даст тебе власть главное до конца 100 верит и радуйся просто делает так чтобы твоя вера росла укрепляя свою веру когда ты даешь партнерские когда ты жертву свою десятину когда ты жертву свои партнерские это семена в которых уже скрыт ответ и ты туда можешь закладывать за я всегда когда сею я всегда все и закладываю тот ответ который мне нужен я укрепляю свою веру как конкретное направление где мне нужна помощь и моя вера укрепляется понимаешь мы не покупаем божий ответ нет но мы укрепляем свою веру и писание так и говорит блажен кто помышляет о бедном день бедствия избавит его господь господь сохранит его и сбережет его и даст сбережет его жизнь и господь не отдаст его на волю врагов его блажен будет он на земле и так далее да а наши всегда в нашем семени скрыт и скрыт ответы не только финансовые но и те вещи которые вообще финансов не касаются финансы это всегда прилагаемое а сеешь ты всегда в планы божьи волю мощью в исполнении каких-то вещей чтобы исцелялись больные чтобы проповедовалась евангелие и так я скажу вам такую вещь что бывают моменты когда что-то начинает тебя казаться негативным и у меня бывали моменты вы знаете когда вот я смотрю но как будто будут вообще негативным кажется что то есть и ты не расстраиваешься ты видишь мир каким-то негативным ты видишь ситуацию всю вокруг как будто все негативное в то же самое время послушай все хорошо но ты так видишь потому что где-то дьявол пробрался и посеял тебе мысль возьмите и начните с своими устами творить новое начните разрушать дела дьявола вот у меня были ситуации когда я чувствовал себя обескураженным когда я чувствовал себя вообще смотрю я там сделал ошибку я смотрю что там у меня что-то не получилось и я просто заходил в комнату и это мой секрет и я делал так десятки лет заходил комнату и просто говорю я праведник во имя иисуса я праведник во христе только произносил это комната реально наполнялась вот просто атмосферой святого духа я заходил какие-то моменты я помазанник во христе и моментально все менялась есть исповедание друзья это исповедание буквально изгоняет бесов от тебя вообще на километры это как будто бы ты нокаутируешь демона который тебя атаковал поэтому помните что все будет хорошо просто в какой-то борьбе мог вырабатывать в тебе иммунитет против этой проблемы и в какой какой-то ситуации бог хочет чтобы ты научился нокаутировать этих бесов и он поднимает тебя дальше и там уже другой уровень там более сильные демона и ты сталкиваешься с ними и тебе кажется что что-то не так но снова используя то чему научил тебя твой тренер дух святой и опять нокаутирую у тебя есть коронный удар твое исповедание твое мышление ты видишь картину как ты стоишь как победитель счастливый улыбаешься и говоришь боже спасибо тебе боже спасибо тебя давайте богу обеты мы с викторией у нас есть места есть особенно одно место где мы с викторией много молились это на бале и там прямо мы давали обеты боже когда ты сделаешь вот это и это мы придем сюда и три дня подряд мы будем просто хвалить тебя и славить тебя и превозносить тебя и знать это так интересно когда бог исполняет это и ты потом приезжаешь это буду просто боже спасибо тебе когда мы молились я помню господи яви свою славу сделай ему просили невозможно и бог это сделал и мы потом стояли мы обещали богу что мы будем стоять здесь и славить его и мы стояли и славили ему выходили каждую ночь и выходили или стояли и славили его стояли и славили запомните самая лучшая жертва для бога это хвала это прославление твоей душой понимаешь твоим сердцем когда твоя душа просто восторгается им когда твое сердце ликует перед ним когда ты просто восхищен и вот это самое большое что то можешь сделать и это просто наслаждение наши эти моменты и ты чувствуешь что бог так он а вы часто библии жертвы он не захотел и приношение захотел но жертву хвалы вот что хочет и вот сегодня я вам говорю одно из орудий которым вы закройте рот дьяволу написано в восьмом салме и говорит что из уст младенцев и грудных детей давайте возьмем духовных младенцев и грудных детей ты устроил себе хвалу ради врагов ради врага там написано чтобы сделать безмолвным врага и мстителя то есть когда ты начинаешь славить бога сложных обстоятельствах ты как будто затыкаешь просто рот дьяволу поэтому начинай хвалить бога еще до того как придет ответ и ты увидишь как сделал просто пойдет возможно ты физически услышишь как он и упал в твою комнате вы только что общались в коллективе с командой и сестра говорит что когда я молился и она смотрела по телевизору и в этот момент я разрушал прямо конкретное давление говорю на давление на человеке конкретно прямо сейчас я вижу это давление я вижу и по имя сезона разрушает это давление она у меня как будто цепи удовы просто упали с рук прямо на землю на на пол говорит удивительно было ту же услышала как они упали физически услышала и я понял насколько реален бог поэтому сегодня прославляйте бога сегодня обязательно делайте все что укреплять вашу веру обязательно будьте верными партнерами обязательно будьте верны десяти это укрепляет вас но не давайте десятину потому что вы должны это дьявол подлавливает нас на этом нет десяти на это тоже 7 давайте ее с верой а не потому что должны не давайте ее по обыкновению по обычаю а давайте с верой вот это то что нужно это то что вообще является силой и знаете что общайтесь с теми кто приносит в вашу жизнь поддержку и удаляйтесь от тех которые говорят что-то негативное что-то плохое у которых какие-то плохие разговоры апостол павел говорит что они имеют вид благочестия силы же его отрекшиеся и они почитают отца мать не физических недуховных они предатели на вы напыщены они больше слостолюбивы чем боголюбилы и так далее знаете что послушайте интересно он говорит от таковых удаляйся он говорит павел тимофеев и я вам говорю сегодня удаляйтесь от таких людей ищите людей которых горит пламя святого духа который горит видение который твердо идут и идут годы и десятилетия и вот эти люди рядом с ними ты будешь всегда расти и этом с ними ты будешь сильным ты будешь очень сильным и дьявол будет под твоими ногами я благословляю тебя я благословляю каждого партнера я благословляю каждого кто может сейчас принял решение быть партнером я благословляю каждого кто молится об этом и вообще благословляю каждого и прямо сейчас во имя иисуса христа я молюсь за исцеление больных и те люди у которых болезни хронические болезни я увидел какие-то нарывы нарывы на 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 ногах и какой-то нарыв прямо сейчас там произошло исцеление во имя иисуса христа будьте исцелены будьте исцелены по-женски прямо вот конкретно половые органы там проблема прямо сейчас а спой исцелил вас и убрал он убрал я не буду назвать этот как вирус как как инфекция прямо сейчас это было просто убра вы исцелены всегда каждый раз когда бог показывает не что-то он каждый раз это делает всегда поэтому сейчас я вам говорю прямо сейчас вот я увидел только что сердце исцеленное сердце я увидел что это молодая вообще подросток девочка до около десяти но максимум 11 лет до 12 лет не больше и я я увидел как бог коснулся и под лопаткой прямо там что-то было там была боль и сердце только что было исцелена во имя иисуса христа также есть ребенок у которого проблема с энурезом прямо сейчас полное исцеление полное исцеление от этой проблемы ты уже как бы стесняешься этого тебе плохо от этого но прямо сейчас ты был исцелён во имя иисуса во имя иисуса я кому-то говорю у кого проблема с волосом с волосом конкретно вы вы сеете я говорю это прямо сейчас вы исцеляетесь исцеляется ваши корни волос бог обновляет все прямо сейчас и эта женщина прямо сейчас слышат и чувствует как помазание пошло двинулась прямо по вашей голове аллилуйя аллилуйя дух святой драгоценный я повелеваю сейчас дух рака я разрушаю тебя разрушая родовое проклятие рака во имя иисуса христа прямо сейчас демон убирайся вон не прикасайся упирать его на я разрушаю тебя разрушав родовое проклятие рак убирайся проще во имя иисуса во имя иисуса прямо сейчас положите на себя руку я вижу что человек может на себя руку это мужчина у которого диабет я прямо сейчас во имя иисуса христа дух святой проходят по вашему телу помазание проходят по вашему телу эти хронические болезни они уходят они уходят я щитовидная железа у кого-то только что было исцелено прямо сейчас печень сейчас прямо в этот момент новые клетки во имя иисуса протоки желчные протоки прямо сейчас там было исцеление почка во имя иисуса христа исцеление в почке прямо сейчас во имя иисуса также вена на ноге прямо сейчас вена и в этот момент вы почувствовали какую-то какую-то прямо боль прямо сейчас это исцеляющая сила дух святой касается вас исцеляет во имя иисуса во имя иисуса я молюсь за ваши кости я вижу как бог сейчас исцеляет от артрита он исцеляет от проклятия артроза это родовое проклятие костей суставов я разрушаю прямо сейчас во имя иисуса принимайте прямо сейчас это исцеление помазание двинулась что забедренные суставы колени прямо в лодыжки прямо сейчас кисти рук плечи прямо сейчас полное исцеление я увидел позвоночник который как будто бы смещен прямо что-то произошло прямо сейчас полное исцеление будь исцелены во имя иисуса я благословляю вас я благословляю вас принимайте исцеление я благословляю каждого из вас мы молимся за вас дорогие друзья каждый день обязательно заходите на наш телеканал заходите на наш сайт обязательно скоро будет очень интересная программа на сайте когда вот так одну неделю мы будем учить каждый день будет выходить статья о семье потом другую неделю будет каждый день статья о финансах там третью неделю каждый день будет выходить статья о здоровом и это будет просто настолько интересно и назидательно наш сайт будет просто знаете ответом для вас ваша жизнь реально изменится и в конце каждой неделе я буду молиться прямо молиться прямом эфире просить бога и молиться чтобы совершились величайшие чудеса я сейчас благословляю вас м м м м м м м счастливого